С наступлением лета многие родители отслеживали информацию по будущему загородных детских лагерей. Отвечаем, система детского оздоровления с небольшим опозданием, но заработала. Юных жителей Берестейского края уже ждут в Каменецком, Жабенковском, Барановичском районах. Не за горами открытие других загородных площадок. Они заработают с 1 июля. Наши загородные лагеря открываются, как и в прошлом году, на 21 базе стационарных лагерей. Больше всего у нас лагерей размещено в Барановичской зоне. Там находится аж 8 оздоровительных лагерей, поэтому очень рекомендую воспользоваться родителям этим. У нас откроются лагеря в Кобринской зоне, в Березовском районе у нас есть оздоровительные лагеря. В принципе, задействовано большинство наших регионов области в оздоровлении детей. На сегодняшний день у нас 12 тысяч детей находятся в оздоровительных лагерях, в пришкольных оздоровительных лагерях. Это больше 400 лагерей открылось. В средней школе номер 23 параллельно работают два направления. Программа для ребят младшего школьного возраста. Это конкурсы, викторины, игры на воздухе. А также трудовой лагерь, где молодые люди активно работают по благоустройству учебного заведения. И все это с учетом требований безопасности. Весело и с пользой. Больше времени мы уделяем и дополнительному проветриванию, уборке помещений, организованные отдельные входы для воспитанников лагеря и сотрудников школы. Ну и мы максимально стараемся, чтобы детки пришли в лагерь здоровыми и ушли из лагеря тоже здоровыми. То есть дополнительная нагрузка на медработника сегодня возложена тоже по измерению температуры. То есть все, что предписано, все мы стараемся исполнять. Ну а что касается организации досуга детей сегодня, максимально, конечно, мы сегодня находимся в школе, погода благоприятствует, поэтому на территории мероприятия какие-то проводятся, спортивные квесты, игры. Реабилитация после перенесенных заболеваний органов дыхания стала приоритетной на лето 2020 и для детей, и для взрослых. Санаторий Ружанский сегодня активно осваивает программу реабилитации. Для этого на базе здравницы было даже открыто отделение, где трудятся опытные инструкторы и врачи-реабилитологи. Отдельное внимание отведено к галлотерапии, лекарственным ингаляциям, аромотерапии, гипокситерапии. В нашем санатории особой популярностью среди пациентов, отдыхающих, пользуется такая процедура, как гипокситерапия. То есть процедура называется «горный воздух». Это уникальный способ лечения, профилактики серьезных заболеваний как органов дыхания, так и всего организма в целом. Это безопасный способ получить оздоровление организма с помощью горной природы без выезда в горы, то есть в условиях санатория. Установлено, что подчередное воздействие воздуха с низким сочетанием кислорода и обычного воздуха очень оказывает хорошее воздействие, лечебное воздействие на организм. В частности, облегчается выход мокроты из бронхов. Самое главное, уверены работники Ружанского, это индивидуальный подход к каждому человеку. Работа кропотливая на всех ее этапах. У нас есть замечательный ингаляторий со всеми видами ингаляций, абсолютно все виды ингаляций в Ружанском доступны. У нас две соляных пещеры. Это одна пещера с гималайской российской солью, вторая с нашей белорусской солигорской солью. У нас также имеется янтарная сауна. И самое главное, что у нас имеются соответствующие специалисты, два инструктора-методиста по физической реабилитации, которые проведут комплекс оздоровительных упражнений, мероприятий с каждым конкретным человеком. Также есть врач-реабилитолог, который подберет каждому нашему пациенту индивидуальную программу реабилитации с учетом имеющихся у него сопутствующих каких-то заболеваний. Чем запомнится это лето, каждый решит для своей семьи сам. Главное, чтобы отдых был безопасным и оставил только приятные впечатления.